Ну, во-первых, мобилизация, вторая волна, она, я думаю, будет, потому что к ней она вынуждена, вынуждены мы будем проводить вторую, а может быть и третью волну. Чтобы победить, именно победить на Украине, нам необходимо будет поставить в строй еще там полмиллиона, условно говоря, солдат, как минимум. И даже если желание победить не будет, все равно придется проводить еще частичные мобилизации, они будут проводиться, я думаю, после Нового года, где-нибудь тоже как годовщине СВО, когда в Кремле окончательно поймут, что никакого договорничка не будет, но рано или поздно должны же это понять, то тогда еще проведут что-нибудь. Проблема ведь в том, что просто призвать под знамена людей, их же надо не просто даже одеть, обуть и вооружить, их надо обеспечить командирами, их надо обеспечить размещением, их надо обеспечить питанием. Просто они, даже сейчас, даже часть мобилизованных во время прошлой мобилизации до сих пор этим толком не обеспечены. Это не значит, что они разут и раздеты. Это значит, что они неорганизованы нормально. Не буду приводить факты, которые мне известны в этом отношении. Ну, мне пишут каждый день об этом. Но, условно говоря, то, что справились со всеми проблемами, как заявил, по-моему, сегодня наш фанерный маршал, вот, это неправда, еще с проблемами прошлой мобилизации частично не справились. И проводить новую массовую мобилизацию в ситуации, когда некому будет даже командовать ими, сначала кадрированные части надо собрать, сначала, чтобы люди туда поступали, чтобы там были уже офицеры и унтер-офицеры, там, сержантский состав, которые хотя бы их примет под команду, организуют, они не будут там сжечь костры и пьянствовать, от нечего делать. Где нам будет налажено хотя бы предварительное обучение и сколачивание этих людей. Ну, вот когда это будут сформированы такие кадрированные части, тогда, по идее, надо проводить следующую волну мобилизации. Запасные батальоны, запасные роты при частях и соединениях, маршевы, там, и так далее. В этом проблема. Мало человека вызвать в военкомат, сунуть ему в нос повестку, даже мало его одеть, дать ему каску, форму и сунуть в руки автомат. От этого он солдатом еще не станет. От этого он станет вооруженным гражданским, не понимающим вообще, зачем его и куда его призвали.